Сегодня в актовом зале школы номер 11 Каспийска прошел семинар, приуроченный к юбилею города. На встрече присутствовали приглашенные спикеры, которые рассказывали об истории города. Отсюда и название семинара «От двигатель строят до Каспийска». Идея встречи была предложена Академией Каспий. После одобрения управления образованием города ее совместно воплотили в жизнь. В начале года мы запланировали проведение данного семинара с классами руководителями и учителями истории города Каспийска. Лариса Несимна Абрамова вдохновением восприняла эту идею, которую ей озвучил наш ректор. Началось мероприятие с краткометражного фильма об истории Каспийска, который ученики разных школ города смотрели внимательно и с интересом. На семинаре присутствовали около ста приглашенных гостей, большая часть из которых – это учителя из разных учебных заведений. И вы как классный руководитель, как заместитель директоров образовательных организаций по воспитательной работе в этом плане находитесь на передовой для того, чтобы воспитывать подрастающее поколение в духе патриотизма. Такие семинары – это отличный способ, чтобы поговорить об истории, поделиться своими рассказами и доводами. Я изучал в 70-х годах и в училище, и в академии, и сейчас. Это разные истории. Сколько сейчас завелось в стране историков, кому не лень пишет историю. А истории сказать нельзя. Подобные семинары, они очень важны. Мы их проводим уже не первый раз для социализации молодежи. Вы ведь, понимаете, есть косвенная социализация, а есть прямая социализация. Вот то, что сейчас мы делаем – это косвенная социализация. Это когда передача опыта старших, младших, да те учителя, которые здесь присутствуют, я смотрю, здесь в основном молодежь. Они тоже должны социализироваться. А они, в свою очередь, уже будут социализировать ту молодежь, которая сегодня есть у нас. Приглашенными гостями, которые по сей день вкладывают в будущее и настоящее города, были председатель регионального отделения межрегиональной организации «Дом мира» Ольга Масанабиева, председатель догоделения партии «Яблоко» Альберт Иседов и многие другие. Продолжение следует... Продолжение следует...